Арабские Эмираты могут поразить своим природным разнообразием, и даже пустыня может быть такой, какой вы себе ее не представляете. Чтобы открыть для себя истинную красоту пустыни, нужно отправиться в районы Фосил Рок, Млейха и Альтхайд. Сегодня на рассвете мы отправимся покорять скалу окаменелостей Фосил Рок. Полюбуемся красотой неба на восходе солнца и увидим бескрайнее пустынное море с высоты птичьего полета. Насколько вообще популярен в Эмиратах хайкинг? На мой взгляд, вообще не популярен. Причина первая – здесь просто нет официальных туристических троп. Вторая причина – ну, в принципе, я думаю, что и первая достаточно. Конечно, большинство туристов едут в Эмираты не для того, чтобы лазить по скалам, а, скорее всего, чтобы лежать на пляже. Многих отпугивает жара, и для того, чтобы совершить такой хайк, нужно вставать еще ночью и вбираться в гору на рассвете, чтобы солнце не палило. Но, тем не менее, такие отчаянные ребята, как мы, есть. И более того, есть даже ребята, которые организуют такого рода дневные путешествия или путешествия на несколько дней с кемпингом. Если вам интересен подобного рода отдых в Арабских Эмиратах, напишите мне в Инстаграме, и я поделюсь с вами контактами. Ребята, у нас начался наше восхождение, назовем это Великий Бархан. Мы проснулись сегодня в 3.30 утра, сейчас 5.30. Должны поймать рассвет, Анкит со мной. Анкит, кстати, из Индии, наш друг из Индии, и он не понимает по-русски, он сейчас не понимает, что я говорю. Анкит, I mean, you don't understand what I'm talking about, because I mentioned that you're from India, not from Russia. Сейчас 20 градусов, а днем будет 35. Поэтому, понимаете, надо стартовать утром, иначе потом будет задница полная. Очень сильно нагревается песок. И то есть даже если, когда ты можешь находиться при температуре, да, ты потеешь, но нужна специальная обувь с толстой подошвой. Мы здесь ходили днем в июле, у меня просто сплавилась резина с кроссовок. А почему ты сейчас идешь босиком, можешь объяснить? Тебя скорпион не схватит за ногу? Может и схватит. Короче, если схватит скорпион, скоробей какой-нибудь будем спасать, Данила. Место называется Fossil Rock. Находится в Шарджи, Эмирате Шарджи. Где-то час езды от центра Дубая. Что интересно, это было дно океана. Почему называется Fossil? Потому что здесь находят большое количество ископаемых ракушек, рыб. Гора в Арабских Эмиратах 70 миллионов лет назад сформировала вулканическая активность. Удивительно, но эти места тогда были частично покрыты морем. И доказательства этого можно найти в слоях осадочных пород. Тогда здесь существовало уникальное разнообразие беспозвоночных животных. От морских ежей до брюхоногих моллюсков и кораллов. Многие из этих животных, когда-то населявших регион Объединенных Арабских Эмират, вымерли. И вот почему Fossil Rock в Шарджи имеет такое огромное значение. Мы это заградили забором, специально, чтобы сюда не лазили. Ну, как обычно, Mexican border, мексиканская граница. Вот это все дело сделано, чтобы люди, естественно, сами не лазили, не терялись. Потому что здесь очень много людей было, всяких там путешественников, лазальщиков. Они, естественно, терялись. То есть вот такой момент. Здесь сделали эти заборы. Все равно, вот мы видим, вот этот проход. Вот мы, собственно говоря, по нему и идем. Здесь следы машины, следы людей. Прорвали и сбираются потом на гору любители хайка, как и мы. Но мы ничего не рвали. Порядка 500 метров вверх. Вы представляете, это бархан 500 метров. Многие не ждут того, что в пустыне будут реально горы. Придется куда-то взбираться на скалу, грубо говоря. Некоторые предпочитают забираться вот сюда наверх на машинах. Вот, кстати, внизу тоже внедорожники едут. И вот так оставляют здесь свои бампера. Там еще дальше вообще сгоревшая машина. Ты знаешь, сколько здесь градусов подъем? И мне телефон показал 58 градусов. 58 градусов. Ну вот, в принципе, сейчас чуть-чуть мы поднимемся. Вот будет точка 58 градусов. Вот даже я стою сейчас, видите? 58 градусов. Данил говорит. Подъем. И когда мы начали подниматься, сразу же мне ребята сказали, что не форсировать события, даже если ты спортсмен, то сильно не гнать. Сердце начинает колотиться. Естественно, песок. Совсем другая поверхность. Ноги проваливаются. И поэтому надо подниматься спокойно. И мне ребята сказали, что сюда, когда организуются какие-то хайки группами, 100% кто-то, ну скажем так, мягко говоря, страдает. Кому плохо. И даже спортсмены. Мне говорят, один там австралийский серфингист тоже не смог подняться, стало плохо. Торопиться не надо. Все надо делать спокойно, выдержанно. Сегодня это место представляет собой археологическое сокровище, доказывающее, что Млейха действительно был колыбелью цивилизации. Если подойдешь и заснимешь камни, они очень похожи на кораллы. То есть все это было дно океана. И тут прям видно. То есть эти вот пустые места и сами камни, они очень схожи на дно океана, как бы на то, что было когда-то глиной, кораллами. И все это сейчас окаменело. В общем, как вы поняли, то была легкая часть. Песок и гора к 58-градусным наклоном, это все легкая часть. Сейчас у нас началась скала. И скала. Реально вот все эти породы очень острые. Прям руками иногда касаешься, прям аж режет пальцы. Надо, короче, аккуратно. Когда поднимаешься наверх, пейзаж поистине удивителен и захватывает дух. Есть некоторое ощущение бесплодности и враждебности окружающей природы. Волгоград laughs Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, ну что, наш маршрут по скале Fossil подходит к концу. На мой взгляд, мы его отлично преодолели без единой царапинки, загвоздки. Мы даже не останавливались ни на какие пикники. Спокойно три часа у нас ушло на все про все, чтобы подняться, пройти его и спуститься. Если вы были в Эмиратах и не знали ничего про эту скалу, то я вам советую приехать и сделать этот маршрут. Да, ребята, и завершающая стадия всего этого дела. Это обязательно нужно сбежать по бархану вниз, по песку. Ну и желательно не упасть. КОНЕЦ КОНЕЦ